Музыка Быть кадетом это огромная ответственность. Эти ребята защищают честь своих школ в конкурсе «Строя и песни». В лицее номер 5 проходит завершающий этап школьного конкурса «Смотр строя и песни». По уже сложившейся традиции городской этап проходит здесь ежегодно. Иноармейские классы соревнуются в исполнении патриотических песен и «Строевой подготовки равняемся на знамя победы». Валера, скажи про этот конкурс. Ну, этот конкурс довольно сложный на последних этапах, так как на последних этапах уже остаются прям нормальные такие команды, которые очень хорошо маршируют. Все, меня забирают. Я десант, я морская пехота, здесь мой дом, здесь моя земля, в этом слове победы пламя. В «Смотре» принимает участие 17 команд из каждого района Уфы. Юноармейцы готовы очень круто. Часть ребят демонстрируют свои умения в спортивном зале, а старшеклассники выступают на пришкольной территории. Как ты считаешь, какими качествами должен обладать капитан? Капитан должен обладать качествами такими, как дисциплина, ну и, конечно же, ответственность за своих подчиненных. Ведь без этих качеств никакой командир не сможет быть и выполнять свои командирские качества. Дисциплина и ответственность за своих подчиненных – это самое главное. Расскажи про ваше подразделение. Наше подразделение состоит из 13 человек. В нем есть как девочки, так и мальчики. Попасть сюда довольно легко, ведь России нужны такие дети, такая молодежь, которая будет в будущем готова встать на защиту своей Родины. На мероприятие приехали почетные гости из Управления образования и ветераны боевых действий, которые вошли в члены судейской коллегии. Диана, чем отличаются юноармейцы от кадетов? Ну, у кадетов своя школа, то есть у них там своя деятельность, у них там все очень строго, прям даже специальные уроки есть. А юноармия, у них как внеурочная деятельность, ну, вступаешь туда по желанию, и, ну, там стреляешь, занимаешься, маршируешь. Расскажи про этот конкурс. Мы победили районный конкурс и вступили в этот городской. Мы подготовили песню «Мальчишки и девчонки», мы будем маршировать, показывать, на что мы способны. Все команды были отмечены грамотами в различных номинациях. Жюри по достоинству оценили старания ребят, отметили хорошую подготовку. В каждой возрастной категории свои победители. Но радует то, что из года в год интерес к этому конкурсу растет, ведь количество команд становится все больше и больше. Все работают слаженно, как один. Вот это стойкость и выдержка. Быть на этом месте может далеко не каждый. Эвелина Носенко, Ксения Шитова. Специально для Горы Новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова